Смотрите, еще раз спрашиваю. Вы говорите в 2022 году и призываете людей не выходить на 9 мая, не чтить, не помнить и забыть. Нет, помнить. Забыть наших героев. Не забыть. Вспоминать, идти вам. Можно идти с цитами, положить и так далее. Поминать своих. Это возвышенно. Вы говорили про своего деда. Да я 9 мая в 7 утра буду у могилы своего дедушки. И ему прикреплю георгиевскую ленточку и скажу ему, что сегодня люди, которые пытаются здесь запретить ее, дабы увести концентрацию людей от проблем, я специально для этого прилетел. Чтобы сегодня, когда я услышал, что запретили, быть в этот момент у себя на родной земле, на земле, где мой дедушка, где мой герой воевал. А вы проживание Молдовы? Извините. Конечно. Я бельчанин. А, бельчанин. Хорошо. Так идите со своей семьей, поминайте вашего деда. Это супер. Но в это же время... А можно мы будем это делать так, как мы воспитаны традицией? Вы можете делать. Главное не нарушать закон. Главное не нарушать закон и не провоцировать. Какой закон? Есть закон Республики Молдова, который запрещает георгиевскую ленту. Запрещает буквы Z и V. Мы сейчас не говорим о спецоперации. Можно я это сам. Нет, ну закон так звучит. В законе не звучит. Там написано. Кстати, очень интересно. Я вообще говорю, что некоторые вещи... Символика. Я прошу вас. Вы позволите мне, Сергей? Этот закон я тоже не имею. Да, смотрите. Там вообще... Я даже с трибуны парламента сказал, ребята, вы сейчас принимаете законы, при которых вам потом при переходе в оппозицию, а это рано или поздно обязательно произойдет, понимаете, вам по ним жить, по этим законам, и вам по ним придется не сладко, потому что там, допустим, там ничего не говорится об этих буквах, там написаны некоторые буквы и сочетание букв. Ну почему бы там через какое-то время не запретить сочетание букв P, A и S?